Здравствуйте дорогие земляки, с удовольствием представляю гостя сегодняшнего эфира Геннадий Никитин, директор Сахалинского областного медицинского инновационно-аналитического центра. Правильно назвал должность, да? Геннадий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас впервые, поэтому и понятно из вашей должности, о чем будем говорить, будем говорить о цифровизации здравоохранения как такового, да? Если сотовая связь пришла в нашу жизнь активно лет может быть 25-30 назад, а как будто без нее нельзя, то вот что касается цифры. Итак, информационные технологии и медицина простым нормальным языком, чтобы я понял, что это совсем другое. Ну, смотрите, информационные технологии и медицину, они стали входить в начале 2000-х годов, вот, то есть, что это, да, это компьютер, ну, то есть, простым языком, да, это компьютер у врача на столе, да, то есть, электронная карта пациента, то есть, где все данные хранятся в электронном виде, то есть, не нужна бумажка, бумажка, толстая папка. То есть, клавиатура, мышка, врач сидит, набивает, набивает всю вашу историю в компьютере. Какие плюсы, да, от этого появляются? Во-первых, вам не нужно хранить... Плюсы для пациента. Плюсы, да, плюсы для пациента, да, то есть, вы приходите в регистратуру, там, вам ищут ваш талмуд, эту толстую книжку, да, которая наверняка может потеряться, что-то еще, а в компьютере не потеряется, то есть, это электронная база единая, да, централизованная. Так. Вся информация ваша хранится в удобном для врача виде, то есть, он заходит, открывает карточку, у вас отдельные анализы, отдельные приемы, отдельные какие-то, да, там, специализированные врачи, там, и все остальное. То есть, он открыл, посмотрел в динамике, что с вами происходило. То есть, вся история сохраняется, никуда не теряется. Сохранится преемственность, главное, лечение, да, то есть, вы можете пойти из районной больницы в областную больницу, например. Да, или врач поменялся. Или врач поменялся, да, да, конечно, то есть, собственно, все сохраняется. Да, клава все дает, правильно? Да, все, да. Открывается все, да? Все есть, да, все сохраняется, да. Ну, это на уровне, наверное, уже люди старше поколения это уже понимают, да? А еще что интересно? Ну, смотрите, да, вот с чем люди сталкиваются, да, то есть, какие проблемы есть, там, это прийти, встать в очередь, записаться на прием к врачу, например, да. Что позволяет сделать, да, там, цифровизация, то есть, позволяет вести новые удобные способы, например, через интернет, да, там, молодое поколение, как бы, оно, в принципе, сейчас все живет в сети. Им это очень удобно, заходят на портал госуслуг, выбирают услугу, запись к врачу, выбирают любого врача и записываются. То есть, не нужно, условно говоря, к пяти утра задолго достоять на улице и ждать, да, крестик на руке? Не нужно, давно уже, да, это не нужно, да. Вот, допустим, вариант для старшего поколения, например, да, это позвонить в колл-центр, например, идти на колл-центр, там оператор точно так же запишет вас на прием к врачу, вы приходите в назначенное время. То есть, очередь, как таковая, минимизирована, правильно? Минимизирована, то есть, мы идем к тому, чтобы пациент приходил точно к тому времени, на которое он записался. Есть, допустим, услуги, которые сложно подобрать по времени, например, анализ крови, да, например, то есть, там, минута-две, то есть, не запишешь. Поэтому здесь работает электронная очередь, то есть, ставится терминал, вы подходите, в колончик сели, спокойно ждете, в свою очередь нет никаких там, я просто спросил. Вы позову, да, номер такой-то, пожалуйста, и проходите, да? Да, вы сидите спокойно, все организовано, все ждете, никто никуда не лезет, как бы. То есть, я так понимаю, что вот эта методика, скажем так, выражаясь старым языком, она актуальна и полезна и для меня, самое главное, как для вашего подсоциального клиента, и для врача, потому что упрощается вот эта вот писанина и так далее. Конечно, конечно. Вообще не пишут теперь врачи ничего? Ну, еще по старинке, конечно, многие пишут, да, то есть, здесь процесс вот внедрения технологий, он такой, ну, как бы, занимает какое-то время, да, и понятно, что есть люди, возрастные врачи, которым словом, можно, да, там, но, тем не менее, как бы, люди обучаются и работают в системе. В марте можно говорить о том, что год 19 еще не так давно прошел. Вот, а то, о чем говорим, в Сахалинской области были какие-то конкретные, помимо нас, достижения? Ну, смотрите, мы вот в прошлом году запустили очень важную систему, это система функционал мониторинга онкологических и пациентов с больными с сердечно-студивными заболеваниями, да, то есть, это система, которая позволяет отследить весь путь пациента от подозрения, да, от заболеваний, например, по онкологии, до назначения лечения и, собственно, дальнейшее лечение пациента. То есть, пациент не теряется. То есть, что может происходить, например, вы пришли к врачу, да, у вас заподозрили, ну, там, не знаю, грубо говоря, да, там, какой-то, дерматолога, поражение на коже. Это, возможно, онкология, возможно, вы, собственно, как безответственный человек, допустим, подумали, что все, наверное, будет нормально, и забыли про это. И про вас все забыли, и все вас потеряли. Эта система позволяет на ранней стадии, то есть как только у вас врач подозрил, он ставит галочку подозрения на ЗНО, на новообразование закачественное. То есть вы попадаете полностью под контроль Минздрава. Все, вам периодически будут прозванивать. То есть тебя не забудут? Не забудут. Вас приглашают пройти обследование обязательно, чтобы подтвердить диагноз, что у вас исключить онкологию в первую очередь. Потому что сейчас у нас же, в принципе, борьба идет с онкологией и с болезнями кровообращениями. Даже когда к стоматологу приходишь, он говорит, покажите язык, пожалуйста. Ты говоришь, зачем? А вот оказывается, теперь такая же. Это отклоностороженность. Это сейчас все врачи первичного звена терпевших. Это же полезно. Конечно, конечно. Ну, потому что выявляемость на ранней стадии, она позволяет, собственно, на процесс лечения, да, там, то есть выживаемость людей, да, там, когда вы выявили рак на первой стадии, она очень высокая, да, там, 90%. Но это ведь, опять же, лишний раз, все, что касается диспансеризации, это ведь еще зависит от человека, правда, по большому счету, да, ты должен прекрасно понимать, что чем раньше ты обратишься, тем шансов потом, извини меня, иметь неприятности гораздо меньше, правильно? Да, это ответственность у пациента, конечно, в первую очередь, да, за свое здоровье. Но тут вот, да, там, система позволяет, даже если пациент о себе не очень сильно заботится, она позволяет напоминать врачу, что врач сам. За тобой следят, в хорошем смысле этого слова. То есть мы выделяем группы риска, которые, да, которые, там, подвержены таким заболеваниям, и следим за ними. Вот, и это, это, дополнение к этому, есть модуль диспансерного наблюдения, это тоже все хронические пациенты, которые так или иначе находятся, да, там, под наблюдением, им составляется план лечения, да, то есть, прям, какие-то... То есть это не только онкология, нет? Не только онкология, это, да, это вот, как бы, такие знаковые вещи онкологии, сосуды, которые, там, основная смертность. А остальные, да, то есть хронические пациенты, которые должны следить, да, там, периодически посчитать врача, например, проходить какие-то анализы контрольные, вот, они этого могут не знать, например, да. Врач, соответственно, тоже может пациента забыть, а система, она всегда напомнит, да, он открывает компьютер, ему говорит, сегодня Иван Иванович должен прийти у вас, там, на обследование. Мы позвонили, напомню, он пришел. Хорошо. Вот, я знаю, что, возвращаясь к событиям, скажем так, прошлого года, по-моему, в апреле, да, эта телефонная интересная система заработала, сначала в пробном режиме, 1300, да, так называется? Да, ну, 1300, да, это колл-центр Минздрава. Да, вот вдруг кто-то из моих уст впервые это услышал, что это такое? Это служба операторов, то есть сидят операторы в колл-центре, которые принимают звонки от, скажем, жителей Сахалина и Курил. По поводу чего я должен звонить? По любым вопросам. Так. То есть, изначально центр задумывался, как получение обратной связи от населения по работе Минздрава. Да. То есть, вы туда можете позвонить, оставить обращение, к укажалу, к укажалу, к укажалу, к укажалу, к укажалу предложить, скажем так. Начинали с этого. Потом, да, там была острая проблема запись в стоматологию, вот, мы забрали на себя всю нагрузку по записи пациентов в областную клинику стоматологическую. То есть, сейчас тоже очередей нет? Сейчас, да, то есть, вы, нет, ну, само собой, да, там, поток большой. Острая боль, понятно. В принципе, мы этот процесс систематизировали, и теперь вы можете записаться, позовите на 1-3, записаться на стоматологию. Это номер телефона. Это номер телефона, короткий номер, он доступен с любого номера, там, любого оператора. Бесплатно, да? Да. Позвонил по любому полу. Позвонил по любому полу. Хочу зуб полечить, да, давайте, когда договоримся. Запишем вас либо в областную, либо в поликлинику городскую. Помимо этого, да, у нас появились различные сервисы, мы туда записываем, к любым врачам записываем старшее поколение. То есть, ну, люди звонят, да, там 60+, соответственно, мы записываем к любым врачам. Можно записаться на НДКТ, это низкодозная КТ лёгких, это скринговая программа для выявления рака лёгкого на ранней стадии. То есть, вы можете позвонить, записаться, я вам бесплатно сделаю это НДКТ. Есть сервис у нас от профессион-онколога, то есть, вы набираете, то есть, вы звоните в 1-300, у вас там голосовое меню вам говорит, хотите это, это, нажмите это. Вот, выбираете, то есть, профессион-онколога, попадаете на онкологический диспансер, консультируетесь. То есть, вас что-то беспокоит, да, там, ну, вы не хотите идти, но вы позвонили, да, там, вас врач проконсультирует по телефону. Вот, недавно мы ввели сервис, это такой пилотный проект у нас, да, там, интересный, это роботизированная система записи на приём женскую консультацию. Пока это в таком, в тестовом режиме, потому что, да, есть ещё и кабинет работки. Вот, то есть, вы звоните, с вами разговаривает робот, да, робот, робот, да, то есть, не оператор, вот. А как женщине объясните роботу, что у него проблемы? Не надо объяснять, то есть, вы просто хотите записаться. Он вам говорит, какое время доступно, вы говорите, подтверждаете, что хотите записаться в такой-то день, в такое-то время к такому-то врачу. Он вас фиксирует, как бы, вы записаны. И этот же робот у нас обзванивает пациентов, подтверждает приём, что пациент придёт на приём. Потому что процент недохода очень высокий, люди записываются, и потом не идут. А очередь, да, она не резиновая. Соответственно, робот вам позвонил, вы записаны к такому-то врачу, вы придёте. Да, подтверждение. Вы говорите, ну, наверное, нет, не приду. Он вас вычеркивает, как бы, или вы освобождаете место для другого пациента. Всем удобно, всем удобно. Вот в продолжении разговора начался с сотовых телефонов, как недавно они ввелись. Кто бы мне сказал, где-то 5 назад, когда на 9 мая вижу, что надо мной дроны летают, да, это фантастика. В этом году, вот то, что бурно развивается в теме нашего разговора, в этом году какие планы, куда дальше? Куда дальше? Смотрите, мы сейчас планируем полностью, ну, как не полностью, так там, где это возможно, уйти от бумаг. То есть, ну, убрать бумажный документ оборот. То есть, пациент, он должен прийти, да, там, он не должен с собой носить никакие там направления, бумажки, всё. То есть, всё врач выписывает в электронном виде. В электронном виде он получает направление на анализы, на исследования. Просто приходит, фамилию называет, всё, да, там, соответственно, проходит, он уже записан в системе. Электронные рецепты. Пока мы начали с льготных рецептов, да, то есть, льготники по паспорту просто приходят в теку, получают, то есть, не несутся вовольники, бумажки, ничего. Электронные больничные, да, то есть, эта система дома, в принципе, работает, это тоже, то есть, не нужно, это бланк, там, строгая отчётность. Кому надо, посмотрел и убедился, да? Да, то есть, всё это, как бы, в электронном виде работает. То есть, вот эти все сервисы, которые позволяют максимально уйти от бумаги при взаимодействии пациента с клиникой. То есть, кто пришёл, как бы, вот он просто, да, это вот, это основное, что у нас на этот блог мы переслой поставили. Плюс у нас задача сделать доступ к электронным документам пациентов в личном кабинете на портале госуслуг. То есть, все протоколы лечения, там, анализы, они будут в электронном виде передаваться, соответственно, в систему, в федеральную систему госуслуги. Вот, пациент сможет зайти в свой личный кабинет. И посмотреть. И посмотреть, да, что он проходил, не проходил. Это уже частичная работа, да, где люди смотрят им какие-то... Хорошо. Хорошо, Денальд Сергеевич, вот ту хорошую сказку, хорошую сказку, рассказываем, это частицы тех, кто живёт в Южно-Сахаринске, либо это всё-таки где-то и в области тоже существует? Это работает на всю область, потому что у нас система, она централизованная. То есть, это единый центр обработки данных, стоит система, соответственно, и сервис доступный по всей области. Вот, сейчас мы ещё активно развиваем телемедицину, то есть, это как раз вот для районных больниц, для ПАПов, да, где, соответственно, пациенты, которым недоступны, например, врачи, которые есть в областных больницах, ну, там, из-за хии, долго не долго. Да, далековато, да. Поэтому организуют видеотелемедицинские консультации. То есть, лечащий врач соединяется с врачом в областной больнице, тут же присутствует пациент, и, собственно, он его консультирует, не нужно ехать никуда уже. Да. Всё. Есть у нас, допустим, референсный центр по описанию снимков цифровых. То есть, ПТ, МРТ, это на базе КДЦ, туда стекают снимки со всех больниц. Ну, то есть, в цифровом виде. Ну, понятно. Там сидят, соответственно, врачи, квалифицированные, которые эти снимки описывают. То есть, да, там, это решает проблему нехватки врачей на местах. Ну, ясно. И при этом пациенты получают качественное лечение, качественное донача. Ага, в завершении, насчёт нехватки, вы, по разговору я узнал, 4 месяца, как здесь, да? Да. Да, да, вы из Владивостока, да? Да, да, да. Вот как раз в ту программу, когда вас позвали, и, я так думаю, не жалеете. Нет, что попали? Нет, конечно, не жалеете. С Крым не очень нравится. И те самые подъёмные, это не враньё, всё по-настоящему. Это не враньё. Ну, я не врач просто, да? Ну, понятно. Но для врачей эта система полностью работает, да? Это мотивационная схема, которая, да, по привлечению врачей, она работает, да. Позволила привлечь в прошлом году более 200. 200 же, да, по-моему, да? Более 200, да. И в этом году тоже наверняка будет. И в этом ещё тоже были 200 исполнились привлечения. Ну, на уровне такой техники ещё хороший врач, мы вообще болеть-то и не будем. Чего я желаю вам, естественно, и себе, и нашим дорогим землякам. Спасибо большое, Геннадий Сергеевич. Приходите к нам ещё, есть ещё о чём поговорить. Всё, дорогие земляки, время нашего эфира подошло к концу. Как говорится, ещё раз вам не хворать. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова